А вас бесят люди во всеуслышании, заявляющие о своих добрых делах. Вот он помог приюту, тут привез корм собачий питомник, трубящие на каждом углу о своих подвигах и жертвах, фотка в инстаграме со спасенным щенком, пост в ВК о благотворительной организации. Но мы-то знаем, что все это новоявленный герой нашего времени делает исключительно ради пиара. ЛИЦЕМЕР Так и подмывает вывести на чистую воду и написать правдивую гадость в комментариях. Бесит же! А вот меня нет. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о лицемерии благотворительности. Когда речь заходит о благотворительных инициативах публичных личностей, в обсуждении обязательно появится несколько претензий. А почему вы не помогаете? И дальше вставьте нужное слово. Ветеранам, сиротам, инвалидам, бездомным собакам, владельцам Xbox, у которых киберпанк идет в 15 FPS. Каждый раз, когда мой знакомый, тоже блогер, рассказывает в своем инстаграме о приюте для собак, в комментариях мгновенно материализуется товарищ. Людям бы кто помог. Или еще лучше. А, то есть несчастные кошки вас не касаются. Попадаешь на пост о проблемах пенсионеров. Да у них уже вся жизнь позади. Зачем зря деньги тратить? Лучше деткам помогите. Певец собирает игрушки в детский дом. Да сейчас у этих сирот всего навалом. Вы хоть знаете, какие там деньги крутятся? Лучше бы больным детям помогли. Узнаешь о сборе средств для лечения ребенка. Сначала нагуляют по пьяне, а потом всем миром собирают. Я вас разочарован. Лучше бы о приюте для животных рассказали. Собачки же совсем беззащитные. Круговорот жалоб в природе. Кому бы ты не помог, этого всегда будет мало. Кто-то обязательно решит, что твоя цель недостаточно благая. И вон та группа заслуживает финансовых вливаний гораздо больше. Это все ради хайпа. Серьезно, никогда бы не подумал, что кто-то занимается благотворительностью исключительно ради рекламы себя любимого. Спасибо, что глаза открыли. Только вот лично мне абсолютно все равно, переживает ли условно Николай Басков за больных детей или нет. Если в результате его деятельности хотя бы один ребенок получит шанс на выздоровление. Попытка исправить репутацию. Политическая многоходовочка. Очередной способ заявить о себе. Наплевать. У нас до этого был ребенок брошенной системой, а теперь у человека появился шанс. И увы, без лицемерной звезды этого бы шанса не было. Мне кажется, здесь будет уместно вспомнить историю, относительно недавно произошедшую с Дэвидом Бэкхэмом, когда всплыли его личные переписки, они стали достоянием общественности. Оказалось, что всемирно известный английский футболист ожидал получить некое признание от английских властей за свою благотворительную деятельность. И он был очень недоволен, что определенные титулы обошли его стороной. И, естественно, в Твиттере поднялась буча. Ну, как у нас обычно, отменяем кого-нибудь, отменяем Бэкхэма. И наплевать, что человек, по факту, помог огромному количеству людей. И он действительно перечислял в различные благотворительные фонды просто миллионы долларов. И мне кажется, те люди, которые в итоге воспользовались его помощью, вот им абсолютно все равно, что там Бэкхэм в итоге хотел получить. Вот хотелось ему стать, не знаю, там, рыцарем или сэром, о каком титуле он грезил. Перечеркивать все добрые действия, совершенные им, из-за того, что он чего-то там хотел, и вроде как все было не очень чисто. Ну, камон, друзья, это не так работает. Самое главное, что человек помог. И все. Но нет, отменяем культуру отмены в действии. Не знаю, по-моему, это максимально странно и тоже лицемерно в какой-то мере. Наше общество отнюдь не переполнено рыцарями без страха и упрека, стремящимися помочь ближнему. И когда мы выводим очередного самозванца на чистую воду, налоговых вычетов захотел, мы забываем, что конечная цель благотворительности лицемерной, искренней, неважно. Уменьшение страданий. И когда мы активно осуждаем инстаграмную благотворительность, мы хуже делаем не звезде. Она-то свой кусок пиара уже отхватила. А тем людям, которые могли бы получить помощь, как это работает? Многим из нас нравится быть добрыми, нравится мысленно наглаживать свою головушку. Ах, какой я молодец, перевел старушку через дорогу. Более того, некоторым из нас хочется, чтобы другие нас оценили. И порой наши широкие жесты, давайте признаем, обусловлены скрытым эгоизмом и в некотором роде самолюбованием. Вот, к примеру, я именно такой. Каюсь. Хотя мой эгоизм совсем не скрытый. Но когда мы акцентируем внимание именно на негативной стороне вопроса, человек, который мог бы помочь, вполне возможно покопается в себе и осознает, что на самом деле Я не на сто процентов все это бескорыстно делал, а значит и помогать нет смысла. Поэтому, не знаю как вы, а вот я обеими руками за то, чтобы люди тешили свое эго добрыми поступками. Нет ничего криминального в том, чтобы чувствовать гордость за себя в тот момент, когда ты помогаешь другим. Кто-то этой же цели добивается, к примеру, унижениями других. А вообще еще очень большой вопрос, кто же больше лицемер? Звезда, набивающая себе цену в инстаграме? Или комментатор, всем своим видом показывающий? Вот если бы я помогал детям, это было бы совершенно по-другому. От чистого сердца. Разве это высказывание не такая же попытка привлечь себе внимание? Но ведь можно помогать анонимно. Можно. И если вы на это способны, это безусловно круто. Но у зафиксированного на пленку доброго дела есть один неоспоримый плюс. Демонстративная благотворительность привлекает внимание общественности. Блогер помог приюту для собак. Подписчики вдохновились фотографиями и тоже решили помочь. И без этих фотографий люди бы даже не узнали о такой организации. Конечно, можно было бы просто перечислить 10 или, допустим, 20 тысяч рублей. И не трубите об этом на своей странице. Но тогда эти бы 20 тысяч ими бы и остались. А так к ним прибавились еще пожертвования от подписчиков. В конечном итоге выиграл именно приют. До того, как я наткнулся на рекламу детского хосписа Дом с маяком, я, конечно же, знал о существовании подобных организаций. Не первый день на свете живу. Но они просто не попадали в мое информационное поле. Я, соответственно, о них и не думал. Я не думал о том, что некоторые люди борются не за здоровье, а за достойные последние месяцы или даже дни своей жизни. Потому что это все, что у них осталось. Другого шанса нет. Это не реклама. Мне никто не платил. Я сейчас говорю об этом в ролике, потому что знаю, что моя мама, которая умерла несколько дней назад от коронавируса, хотела бы, чтобы я рассказывал о подобных организациях и помогал им. Детский хоспис Дом с маяком это то место, в котором помогают семьям с неизлечимо больными детьми в самый сложный период жизни. Создают максимально комфортные условия для ребенка и подбирают симптоматическую терапию. Заботятся о качестве его жизни. Нужно понимать, что страшный диагноз не повод забывать о сегодняшнем дне ребенка, а его настоящем. Фонду удалось сделать стационар не похожим на больницу ни внешне, ни внутренне. Палаты в хосписе превратились в 15 комфортных кают, в которых постоянно происходит что-то интересное. Не менее важна и выездная работа хосписа. Сотрудники фонда делают все от себя зависящее, чтобы ребенок мог жить дома, а не в больнице. До тех пор, пока вообще не было дома с маяком, в выездной службе, в частности, особенно по Подмосковью. На самом деле наши дети подопечные. Они, считай, были брошены. Приходишь, у них не было ни оборудования. Врачи из поликлиника, они не знают о таких тяжелых заболеваниях. Они зачастую боятся даже наших таких деток. Дети и не гуляли, и не было должного ухода за ними, не было специального оборудования, которое подчас им просто жизненно необходимо. Я не знаю, я за все люблю свою работу. Это работа нелегкая, это работа тяжелая. И дети у нас и умирают. И бывает, когда приезжаешь на визит, очень тяжелые дети. Но ты знаешь, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Конечно же фонду требуется финансовая помощь. И в описании к этому ролику вы сможете найти все необходимые ссылки. Но помочь можно не только денежным переводом, но и волонтерством. Например, сейчас фонду очень нужны автоволонтеры. Кроме того, если вы фотограф, парикмахер, ваша помощь тоже необходима. Ну вот я приехала, там вышли и охранник, и медсестра пришла. И какие-то люди вышли, говорят, ой, здравствуйте, спасибо заходи. А я всего лишь там привезла какой-то пакет. Я не аппарат ИВЛ, ничего глобального не случилось. И все такие спасибо, спасибо. На территорию, хотя могли бы там и не пустить, но сказать, вон охраннику отдай, и все, заезжайте, пожалуйста, давайте, зайдите, пожалуйста. То есть я первый раз зашла в хоспис, и, конечно, да, поразилась, насколько все-таки отличается что-то, что на самом деле от того, как я это себе представляла. Если вдруг у вас есть немного свободного времени, автомобиль и желание как-то помочь людям, то просто попробуйте. Вариантов помощи огромное множество. Можно выбрать самые удобные для себя. И я просто искренне рекомендую вам это сделать, и дальше уже для себя вы решите, будете вы продолжать, или, ну, это будет разовая помощь, но что-то мне подсказывает, что будете продолжать. Друзья, я очень прошу вас помочь этому ролику, и, соответственно, фонду Дом с Маяком репостом. Это действительно очень важно. Кроме того, наверное, стоит в конце сказать несколько каких-то заключительных слов, потому что это последний ролик в 2020 году. Обычно нужно обратиться к аудитории с какими-то пожеланиями, радостными, не знаю, эмоциями, наставлениями, но, как вы понимаете, у меня конец этого года выдался совершенно нерадостным. Я надеюсь, что всех нас в следующем году ждет гораздо большее количество позитивных эмоций, и вся тяжесть, все какие-то негативные эмоции, все потери останутся здесь. 2020 год был безумно тяжелым, и искренне хочется верить, что впереди нас ждет что-то светлое. Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, и, как обычно, буду ждать вас на моем канале по понедельникам в 17.00 и по Москве. С наступающим! И в конце еще раз хочу сказать, лучше благотворительность на показ, чем ее отсутствие. Продолжение следует...